Если нет, то какие вопросы ко мне есть? И я ухожу с утра пораньше в рулетку, а другого времени нет. Он здесь, Игнат Иванович. Здесь, ну слава Христу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович «Открытым оком», том девятый. Парализованный. Евангелие от Иоанна, пятая глава, второй стих. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», при которой было пять крытых ходов. Повествуется о том, как исцелился человек, болевший абсолютно неисцеленной болезнью, находившийся в болезни 38 лет. Сегодняшнее апостольское чтение говорило об Энеи, лежащем 8, и здесь 38 лет. Наша знакомая, вдовина Анна Петровна, лежит более 70 лет. Точно так же без ног. И посмотрите, как она вся светится. Сколько у нее радости, как она благодарит своего Господа. Это тот крест, который дал Господь. Быть здоровым – это тот крест, если ты исполняешь все, что положено по статусу здоровья. Ты должен успеть помочь, вырастить, раздать. А у того другое. Он лежит и должен не роптать. Может, в этом все у него и заключается. Здесь дается внизу пояснение. Слово «Вефезда» – «Дом милосердия». Это не случайно. Когда давали это название городу Грозный, то кто думал, что там будет вот такое, что оттуда будут гробы лавиной Ти-И-Ти. Ребенка, который на чердаке впервые поджарил на жаровне обезьянку, еще никто не знал, что вместе с названием «Благочестивый самодержец российский» будет подставлено имя мучителя, бессловесного животного Грозный Иван. Иногда имя закладывается уже при рождении. Назвали его Яков. И кто думал, какой этот Яша вырастет? Хитрый, везде умел все сделать так, как ему надо. Он обманул брата и согласился тихо-тихо жить. А пробрался выше всех. И когда уже дошло до дела, завопил слезами брат его и говорит «Бытие 27.36». И сказал Исаф, не потому ли дано ему и имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал Исаф отцу своему, «Неужели ты не оставил и мне благословение?» Вот такой тихоня, а успел все взять. Господь его не одобряет. И за это он потерпит. Ему пришлось расстаться с матерью навсегда, потерять сына. Галатам 6.7 «Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Он шкурой бараний обложил себе руки, чтобы сойти за косматого брата своего Исафа. И потом сыновья его тоже в барашка зарезали, кровью ягнячей одежду Исафа вымывали. Бытие 37.32 И послали разноцветную одежду. И доставили к отцу своему. И сказали, «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего это одежда или нет». Больной лежал у дома милосердие. Немилосердно покинутый всеми. Такое название дается Барн и Аул. Хорошая деревня. Давайте оправдаем хороший Аул. А хороший он чем может быть? Мы можем сказать, «Если люди, живущие в этом городе, знают Господа, иногда говорят, горе у меня, горе только одно, если не знаешь Христа. Если ты со Христом, то пустыня расцветает раем. Где нет Христа, там богатые изнывают от скуки». Был такой император Клавдий, которого жена Агриппина могла оставить, и на его место воцарился антихрист Нерон. И он находился у прекраснейшего места, у подножия Везувия, и взывал ко всем богам, чтобы они уничтожали его. Ибо все, что радовало в жизни, ушло навсегда. Красавицы не нужны, в богатстве нет утешения, а негр Том Фома скованный цепями, как в хижине дяди Тома. Бичер Стоун пишет «Сплескивал цепями и говорил, как я счастлив, о Господи, как я благодарен Тебе, что Ты меня черным сотворил, что я не занял никакой должности, что я раб закованный. Благодарю я Тебя, Господи. 38 лет в болезни тяжкой, но мы не знаем характера его. Людей, которые долго болеют, врачи уже и лечить боятся, ибо все бесполезно. Сирахова, 10-11. Продолжительную болезнью врач пренебрегает. Болезнь затяжная. Лечили, пробовали все новейшие лекарства и операции. А что дальше делать? Обычно врач старается ревностно помогать там, где человек молодой, организм борется, есть какая-то надежда. Уже 38 лет пролежал. Ясно, что все использовали. Он уже все капельницы, испробовал на себе и ничего не помогает. Тогда как есть какая-то надежда. Тогда люди начинают понемножку шевелиться. И вот этот человек лежал до встречи с нашим Иисусом. Как картина резко меняется, его характер выявляется в его ответе. Иоанн 5-6. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров. Что мы можем ответить? Ты что, издеваешься, что ли? Ты сам не знаешь? Ты с мое поболей сначала, потом и спрашивай. А ведь ничего такого он не ответил. Сейчас просто спросишь, а как ты уверовал? А чего ты допытываешь меня? Милиционер какой? Но написано, 1 Петра 3,15, Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашему повании, дать ответ скротостью и благоговением. С желанием безнадежно больной еще разъяснять стал, как будто Господь не знает, что у него друзей рядом не бывает. Иоанна 5,7. Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. Когда возмутится вода, когда же я прихожу, другого уже сходит прежде меня. Где в Библии упоминается про воду? Вода всегда выступает в роли очищения. Крещение, которое установил Господь, оно не было неожиданностью для израильтян. Они омывали овец, чтобы не грязной была жертва. И было пять крытых ходов в купальне. Крытых сверху прикрывалось чем-то. И они овец загоняли. Покатый сход в водоем и овцы проходили погруженные в воду. У каждой купальни было свое название. Дом Милосердия. Почему Дом Милосердия? Может быть, название и дано было для возвеличивания этого дня. А после этого события все будут разрушены. В том числе и эту купальню. Придут римские захватчики, императоры, Весписян, Тит. И разрушат Иерусалим. Мы приходим каждый к своей Вефезде, и там пять крытых ходов, как объясняют пять ран Христа на теле Его, на руках, на ногах и в боку. И мы исцеляемся, очищаясь от грехов своих, омываясь в святом крещении. Все имеет какой-то таинственный смысл в названии. Ознакомьтесь с сегодняшним апостольским чтением. Речь шла о благодетельнице Тавифе Серне. Она оправдала свое название. До названия ее было подтверждено делами, рубашками и мной милостыней. А слово Вефезда про Потеряевку писали. Вы не думайте, что название деревни просто от фамилии Потеряевых. Кто приезжает в поселок, те что-то теряют. Я, говорит, приехал, курил, сейчас не курю. У меня мира, никакого дома не было, мне пишут. А приехал домой, у меня мир наладился, я там потерял злобу. У нас все, у нас ее все теряют. Еще там во всяком случае кое-что теряют. Мы должны заботиться о своем имени. Как отца у тебя звали? Вот у меня отец Тихон означает при начащи счастье. А принес ли он счастье сам себе, или в детях, или во внуках. Хорошо, если бы имя по-доброму оправдалось. А у нас как? Родилась девочка с темными волосами, а зовут ее Светланой. Если родилась черная, то надо назвать Мелания, что означает черная. Руфина означает ржеватая. Русские вообще ничего не понимают. Называют так, как понравится, по прихоти своей. Человек получает от Господа исцеление. Сколько раз он стоял на грани срыва отчаяния, но нельзя, в принципе, все время лежать и быть первым. Он у купальни был не один, там были тысячи людей. И кто первый успевал коснуться воды, только тот выходил здоровым. 1 Коринфянам 9.24 Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Только отошел хотя бы по нужде, буквально на полминуты и слышит шум, крики и радость счастливчика. Как он сожалевал. Ой, это же мог бы быть я. Зачем же я отошел? Мог бы потерпеть еще сутки, лежа на краю бассейна, чтобы первым свалиться туда. Да ладно, если бы мог ходить, но несчастный на постели лежит неподвижный. Да какая же у него постель была, когда много людей ночуют в одном месте, но лишь бы под себя что-то бросить. Все грязное, затоптанное, может быть, заплеванное. Больные же лежат люди, парализованные, и около многих дежурят их родственники, а возле этого нет никого. Кто поднял бы его и опустил в воду при возмущении воды, вода опять закипела. Никто ангела не видит, но все знали, сошел ангел. Был иной случай, связанный с иным источником. Евангелие от Иоанна, 9-7, и сказал ему, пойди, умойся в купальне села, что значит посланный. Он пошел, и умылся, и пришел зрячим. А почему сей источник называется посланным? Сохранилось предание, что во время войны на всем месте был колодец, и когда евреи приходили к нему черпать воду, в нем вода была, а когда подходили враги, он был пустой. Надо быть посланным туда, так и здесь ты пришел в Дом Милосердия. Дом Милосердия это Церковь Христова. Домом Милосердия может называться только учреждение нашего Иисуса Христа, лично за его подписью. Он говорит, Евангелие от Матфея, 16-18, И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камня я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее. Самарянин, милосердный, привез израненного в гостиницу. Сей Дом Милосердия называется Церковью Христовую, гостиницу, где он поставил своих служителей, апостолов, патриархов, епископов, священников. После взрыва Чернобыльского реактора писали, что один швед встретил свою жену, бывшую зону заражения, и все, что было на ней, он повелел ей бросить, переодеться в новую одежду, которую он принес ей, а старую ее одежду оставил на стадионе, бросил. Так над ним смеялись. Богато живете, перестраховщики, а потом поняли, как он умно поступил, потому что все было заряжено. Старое надо бросать. Я думаю, что Господь специально повелел ему носить старую постель, чтобы этим поступком задеть фарисеев. Они, конечно, стояли на страже закона и по-своему были правы, но о соблюдении субботы была оговорка не делать обычных дел. Исайя 58,13 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадую святым днем Господнем, чувствуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить. Скажи себе, что вот 38 лет лежит больной и вдруг поднимается, идет, и что обычное дело. Вы такое видели? Фарисеи как будто ничего не понимали. Они мимо все своих сердец все виденное пропускали. Заметили, что ученики Иисуса растирают колоссия. О, какая беда! Этого делать нельзя. Они за исполнением предписания о субботе очень ревностно смотрели. Сегодня есть субботники, адвентисты седьмого дня. Это все предтеча Антихриста. Антихрист будет заботиться о восстановлении субботы. Кто за субботу сегодня держится, чтобы вернуть ее на прежнее место? Это все предтеча Антихриста. И теперь они заметили постель. На то, что он ходит здоровый, они на это даже внимания не обращают. А допрашивают. А вот постель. Зачем ты ее взял? Постель это то, на чем покоится каждый из нас. Мы ходили когда-то в храмы и ничегошеньки не понимали. И вот по милости Господне мы стали хлопотать перед нашим синодом, перед нашим епископом, чтобы нам разрешили не службу вести на русском языке. Мы об этом даже слова не вели. Но библейские тексты, ветхозаветные, и новозаветные читать на богослужении по-русски. Ветхозаветные по ремии, пророчества, псалтырь и новозаветные деяния, послания и Евангелия. Нам запретили три года на эту тему даже разговаривать. И мы лежали на этой постели. Мы недвижимые были, но продолжали молиться. Я вам все время говорил одно, чтобы возмущение воды было, и это возмущение производила милость Божия. И сейчас не настаиваю, чтобы на русском языке было все богослужение, но хотя бы библейское. И как оно оживило нас. Тем более решение собора 1917-18 года под председательством патриарха и исповедника Господнего Тихона разрешило каждому приходу самому приходу решать, на каком языке службу вести, но с оговоркой, чтобы перевод богослужебных книг проверялся, отдать его на рассмотрение Синоду. Эта оговорка такая умная была, которая никогда никем не переделана. Как бы ты не перевел, ты все время будешь неправ. Хотя и правее правого переведи. Вот в этом все и утонули. Но сказать против библейских текстов, уже переведенных на русский язык, им нельзя, потому что их переводили четыре духовные академии. На каждой Библии есть надпись, что изданы Библии по благословению Синода Патриарха Алексия, по благословению митрополита Виталия. Как нас Господь умудрил, что мы ничего больше не просили. Чтобы только библейские тексты в храме читать на русском языке. И мне сейчас говорят, разве вы не могли дальше русифицировать? Не хочу, ибо точно знаю, что никогда его веки не разрешат. И нас за дальнейшие архиереи головы проломят. Матфея 12.5 А так как бы остается что-то сакральное, когда есть песнопение на церковно-славянском, а остальное надо славянский язык учить. Больше половины службы у нас идет на русском языке. И я никому не советую не заповедую биться за полный перевод всего богослужения на русский язык. Просто потеряете то, что имеете. Оставьте эту старую постель, носите ее пока с собой. И они не спросили ни о чем другом. Но кто дал тебе приказание носить постель? А он не знал. Да и не до этого ему было. Он от радости схватил свою подстилку и бежал. Почему он с постелью домой не ушел? Непонятно. Как его звать тоже не знаем. Откуда он ушел не знаем. Зло он был или добрый. Златоуст объясняет, что исцеливший был добрый. И теперь Господь выписывает ему рецепт. Иоанна 5.14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Ты уверовал, принял крещение. Люди, которые были у нас в общине отошли, это 47 человек, и мы их всех держим на примете. Ни один не удержался на прежнем уровне, где был, чтобы с ним с постелью ходить, стоять, но все они вернулись в прежнее состояние, и даже хуже, чем были до обращения. Залегли безнадежно там, где возмущения воды нет, у разбитых водоемов ждут смерти. Поэтому никогда не идите на поводу тех, которые пытаются вас вернуть, положить снова на ту же самую опостылевшую постель омертвения и бездействия. Господь ему сказал, смотри, не греши, может быть, Господь для того повелел исцеленному носить его постель, чтобы он носил и помнил страшное прошлое свое. Есть люди, которые из бедности вышли, и они стараются из этого прежнего времени держать что-то памятное при себе. Один бедняк стал мэром и вечерами закрывал шторки и что-то делал. Подсмотрели, оказалось, что у него тенечок был, в котором он хранил старые свои лапти, в которых когда-то пришел в этот город, смотрит и вспоминает. Когда будущий греческий царь Никифор пришел в Константинополь, у него только тулуп был, а потом он сделался императором Всемирной Империи, но продолжал хранить этот тулуп. И просили, для чего ты хранишь эту реликвию, чтобы не забывать. Смотрите старые фотографии, припоминайте, где вы были, на какой постели лежали, и что нам Бог дал, какое сокровище, как мы встретились со Христом, как Он поднял нас, да будут благословенны наши ноги, ибо Он дал им свободу. Я обращаюсь к вам сегодня, называя вас святыми избранными, так как сам Господь так назвал всех. Когда человек развивается в свободе, он творит новое, он уподобляется Богу. Когда говорится, что Бог сотворил человека по образу и подобию Божию, то следует понимать, что образ это вечный, бессмертный и свободный в творчестве. Рабы не могут быть гениальными, раб может быть только послушным. Бог дал нам свободу, свободу идти. Когда Серапион пришел к Марку Фрочевскому, то услышал, как он молился, благословенны вы, руки мои, вы, святые, молитесь о своих руках, чтобы ваши руки действительно были святыми. Спеши на помощь. Спешили на помощь, шили и помогали. Благословены ноги мои, что Бог дал нам в этой свободе менять тактику. Но мы идем по квартирам, то объявление вывешиваем, то заняете вы в университете, в милиции, в тюрьме. Нас мало, все пространство не успеваем охватывать, но Господь в этой свободе позволяет задуматься о большем. Российские писатели, как они заботились о жизни крепостного Тараса Григорьевича Шевченко. Ценность его была невелика у помещика. Но крепостник понял, что за поэта заступятся знатные люди, князья, бояре. И он назначил цену, которая дороже области. И все вместе собирали эти деньги и выкупили его. И самое лучшее, что мы находим у Достоевского и Солженицына, они создали тогда, когда были освобождены из тюрьмы. Эти люди прошли узы, болезнь, лежали на своей постели. Кто находился в неизбытной трудности, вы слышите голос нашего Иисуса, исцелившего нас. Встань, возьми постель свою, иди, и всем на постель показывай. Ты не веришь, что я был парализованный и похож на мертвого. Вот она, та самая постель с моими прошлыми пролежнями. Почему Господь повелел развязать воскресшего, а не сам пережег на нем путы. Он мог только сказать, Лазарь, распеленайся и выходи, и воскресший тут же освободился от грибальных пелен. А Лазарь вышел, как он вышел, когда он сплетенный, спутанный был. Друзья Лазаря должны были своими руками развязать пропитанный запахом тления, вонючие пелены. Если бы Господь сам чудесно развязал Лазаря, не прикасаясь к его телу, то чудо было бы выше, чем когда Лазарь вышел неразвязанный. Но в данном случае чудо более приемлемо было. Некоторые могли бы сказать, да он не умер, он просто так лежал, как не умер. Я же сам прикасался к нему, когда развязываю его. У меня руки провоняли. Три дня есть не мог. Мог бы Христос сотворить так, чтобы в пустых сосудах появилось вино. Мог сделать так, но люди, которые заливали водоносы воду, они больше уверовали, ибо каждый из работников мог сказать, да я сам воду из колодца приносил сейчас, воду мы сами наливали, и вдруг вино. В таком виде чудо более приемлемо для нас. Так может свидетельство этого человека, 38 лет ожидавшего возмущения воды, более близкое нам и понятное. Когда мы видим его с его постелью, которую он показывает перед всеми, мы спрашиваем, где вы были? Мы были на богослужении. У вас возмущение воды было? Возмущение воды? А какое? Откровение 17-15. Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Хочешь ли быть здоровым? Господь каждого из нас спрашивает, а зачем, Господи, спрашивать-то? Кому непонятно, что здоровье дороже всего, и как его не желать? Сирахова, 30-я глава, 15-16 стихи. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сердечной. Так зачем же Бог спросил, Адам, где ты? Адам так спрятался, что Бог его найти не может. Спрашивает, чтобы Адам сам вышел и назвал вину свою. Господь вызывает нас на свидетельство, вышибает из нас слезу раскаяния. Ты хочешь быть здоровым, ты хочешь нормально мысли трудиться для тела Божия, спрашивает сегодня тебя Господь, хочешь ли ты так и лежать на этой постели, Его вызовет нас на труд, а каждый находит извинения самому себе, чтобы не выйти на дело Божие. Евангелие от Луки 14, 20. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Псалом 140, стих 4. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми делающими беззаконие и да не вкушу я от сластей их. Нужно выходить в воскресенье на благовестие в городе, а никому из вас не дозвонишься, нигде вас нет. У нас идет свидетельство в городе мы хотим, чтобы этот город был бар, добрым городом, чтобы люди приезжая сюда говорили, действительно, здесь можно услышать великую весть о воскресшем Иисусе. Когда мне раньше приходилось свидетельствовать в столичных городах, то когда мы приехали в Харьков, встретились с руководством баптистов, то они мне сказали, что читали мои большие книги против баптистов, хотя в то время у меня ни одной книги мной написано еще не было. Они возглашали вот это опасное барнаульское учение. И так у них пошло опасное барнаульское учение, когда баптисты стали переходить в православие. «Сейчас оказалось, что есть 16 книг, а тогда у меня ничего не было». То есть им кто-то что-то показал, и они сидели и боялись со своими мыслями. А всего только было свидетельство. Если мы будем свидетельствовать, то с нами Господь будет. И этот человек исцеленный пошел и доказал, кто его исцелил, и Господь в том месте уже не мог ходить. Почему он пошел? Может быть похвалиться хотел? Меня сам Господь исцелил, тот популярный чудотворец. Он меня исцелил? Или он был послушное чадо синагоги? Если уж фарисеи его спрашивали, он не мог не ответить. Считал, что он должен обязательно дать ответ. Меня же спрашивали, и он пошел, нашел благодетеля и сказал им, хорошо ли он сделал, но он упрек и никакого не потерпит от Христа. Мы можем говорить смело, что нам нет запрета, чтобы не говорить об исцелении, что нас сам Спаситель исцелил. Меня многие знали, что я вот такой пьяница был, или вот такой, такая-то. Да так, да так, но я встретился с Иисусом, и он меня опустил в воду святого крещения. полным итак, святые избранные, сохраните это название. В свободе, которую дал Господь, развивайте свои таланты, но знайте, если от нас, если он нас назвал святыми, и говорит, будьте святы, как я свят, то он есть и Бог-ревнитель. Если вы будете сидеть у телевизоров, заниматься пустыми разговорами, то он Бог-ревнитель. Он обручил нас единому мужу Иисусу Христу, и он взыщет с нас данный талант по всей строгости. То, что он нас нарек святыми избранными, накладывает большую ответственность, и мы должны вдруг спрашивать друг друга, как, сестра, у тебя дела с молитвой, или, брат, как дела отстают у тебя с проповедью. На юге есть такой обычай, женщины молятся в беседке отдельно, ходят в нее. И если она долго не ходит на молитву, не ходит по дорожке, то она зарастает. У них вопрос, сестра, почему у тебя дорожка заросла? Есть еще такие, у которых практикуется так называемое огненное служение. Приезжает кто-то старший, который у них называется пастором. Это не православные, и выносят из домов все ненужные вещи и сжигают все вместе. И они 19 19, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сжигали перед всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Ненужные сжигают, может нам все-таки попробовать хотя бы мысленно, так и так те, сожги все волшебные книги, так и нам дурные и вредные какие-то мысли истребить. На днях мне говорят, вы знаете, ваши люди лечатся, шепчут, у нас это не может быть, есть такие в миру, кто-то по всяким приметам живут, да сохрани Бог, чтобы среди нас была такая язва, я не поверил в это, и не дай Бог, чтобы это появилось, у нас есть только два врача, наш Господь Иисус Христос эту власть дал священству, для этого есть собравание, есть причастие, второе есть поликлиника Сирахова 38-13 в иное время и в их руках бывает успех. Конечно, врачи иногда доводят человека до смерти, но и здесь кто причащается недостоинно, 1 Коринфянам 11-30 оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Опять же, зависит от того, с каким намерением мы подойдем к этим врачам. Господь воскресил Тавифу через Петра и поднял на ноги 38 лет парализованного. Это событие касается каждого из нас. Будем читать внимательно Слово Божие, если мы это поняли, да будем мы благословенны. И другие, чтобы через нас услышали эту радостную весть. Мы скажем, Я воскрес и Ты можешь воскреснуть. Господь повелевает Тебе сегодня. Прими Его сердцем Своим, уверуй в Него, живи в Нем, и Бог поднимет Тебя, воскресит и благословит. Аминь. Гра День Бой В Гра П